Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Алиумед» и с вами я, Юрий Абердиенко. Сегодняшний наш разговор будет посвящен теме формирования профессионального государственного аппарата и безупречного облика госслужащего. Мы пригласили в студию заместителя руководителя Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Дархана Хайрулина. Добрый день, Дархан Морденович. Очень рад видеть вас у нас в студии. И давайте начнем нашу беседу. Первый вопрос будет такой. Чем обусловлено проведение соответствующих реформ в сфере госслужбы и каковы цели и задачи вашего госоргана? Казахстан отметил 26 лет независимости. Независимость – это самое большое достижение новейшей истории страны. Дело тут не только в том, что 26 лет назад наша страна впервые заявила о себе как о республике, имеющей свое мировоззрение, введении своего будущего развития. Главное, что на протяжении всех последующих лет Казахстан доказал свое право на суверенитет и независимость. Четкий проработанный поэтапный план стал основой целого ряда экономических, социальных программ, успешных выполнений, которые позволило Казахстану выйти на нынешние рубежи. Сегодня в Казахстане сформировалась успешно собственная модель государственной службы, которая отвечает потребностям развития государства. Выполняются требования антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы. Также выполняются требования по реализации плана нации 100 конкретных шагов, по реализации пяти институциональных реформ. Как раз-таки первая реформа, 15 шагов, направлена на формирование профессионального государственного аппарата. В целом же, уполномоченный орган, который был образован главой государства, деятельность ее направлена на формирование непосредственно единой политики в сфере государственной службы, противодействия коррупции и контроль за качеством оказания государственных услуг. Поэтому сегодня задача агентства – это усилить профилактическую работу, минимизировать коррупционные проявления и повысить уровень качества оказания государственных услуг. Дархан Бородинович, давайте немножко поговорим о результатах вашей деятельности за истекший период 2018 года. Чего мы уже добились? За истекший период 2018 года по линии дисциплинарного и этического контроля Советом по этике Агентства по делам госслужб противодействия коррупции было проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 43 вопросов. 70% деятельности – это вопросы профилактики, предупреждения коррупционных проявлений. 30% составляют дисциплинарные дела. По каждому дисциплинарному делу были вынесены объективные решения, и на сегодняшний день все эти решения у нас исполнены. По обращениям граждан было проведено более 40 проверок, выявлено было 138 нарушений законодательства с серией государственных услуг. В общем, за все 40 проверок 138 нарушений. Да, 138 нарушений было установлено. Привлечены были к дисциплинарной ответственности 55 государственных служащих, а также 17 лет были привлечены к административной ответственности. Уважаемые телезрители, я напоминаю вам, что это программа «Алиумед», прямой эфир, наш телефон 25-25-05, звоните, задавайте интересующие вас вопросы. А мы продолжаем. Дархан Мардинович, вот сегодня особое внимание уделяется качеству оказания госуслуг. Какова статистика оказываемых госуслуг в нашем регионе? Да, действительно, этот вопрос является актуальным на сегодняшний день, поскольку от доверия граждан государственного аппарата в целом зависит, и насколько он эффективно работает, насколько правильно оказываются государственные услуги. В течение первого полугодия текущего года было оказано более 2,8 млн. государственных услуг, из них 2,3 млн. на сегодняшний день оказано в электронном формате. То есть цифровизация активная идет? Да, цифровизация активная у нас идет. 82% у нас оказывается из общего количества, это электронный формат. 170 тысяч услуг оказано через госкорпорацию правительства для граждан, и около 200 тысяч услуг оказано государственным органам на премию. Электронный формат – это требования сегодняшнего дня. Во-первых, она исключает контакты между услугодателями и услугополучателями. Это опять же в рамках противодействия коррупции. Да, соответственно, она снижает коррупционные риски. Нет контакта, услугополучатель не видит с той стороны услугодателя, отсутствуют какие-либо барьеры. То есть установлены законом сроки, гражданин получает государственную услугу. Сегодня, благодаря вот таким принимаемым мерам, а также действуя у нас цены правительства для граждан, уровень бытовой коррупции снизился на 2,3 на сегодняшний день. На ваш взгляд, это хорошие показатели? Это достаточно хороший показатель. Наряду с этим также активно проводится работа по антикоррупционному просвещению, то есть через призму встречи с коллективами, трудовыми, разъяснительными мероприятиями, в том числе через публика средств массовой информации. На сегодняшний день идет поручение главы государства о формировании нулевой терпимости проявлением коррупции. Владимир Владимирович, вот если возникают жалобы на качество оказания госуслуг, куда можно обращаться и в какие сроки эти жалобы рассматривают? Поскольку уполномоченным органом по делам Государственной службы противодействия коррупции и ощущающим контроль качества оказания госуслуг является наш департамент на территории, по указанным вопросам можно обратиться по адресу Абая 87 в наш департамент, контактные телефоны 518133, то есть письменным обращением. Данные обращения в рамках закона о государственных услугах будут рассмотрены в течение 15 календарных дней, будет дана соответствующая оценка действиям госорганов. А скольким гражданам по итогам рассмотрения жалоб были вручены их права, восстановлены? За текущий период 2018 года именно управлением государственных услуг нашего департамента по 28 обращениям граждан была проведена соответствующая проверка. По 12 фактам действительно нарушения нашли свое подтверждение, были внесены соответствующие представления и защищены права данных граждан, то есть 12 человек. Кроме того, были привлечены к дисциплинарной ответственности, виновные блажерственные лица, а также ряд из них привлечены к... А можете рассказать об одном конкретном примере? Да, действительно, буквально недавно поступила жалоба гражданке Шарюковой на неправомерные действия местных исполнительных органов Астраханского района. То есть гражданин обратился к государственному органу за госуслугой получения льготного кредита, субсидий на приобретение жилья в рамках программы с дипломом СИЛО. Однако местным исполнительным органам необоснованно было отказано выдача данного кредита, ссылаясь на необъективные причины. По результатам... А сами органы исполнительные как-то это объяснили? Да, объяснили тем, что ранее у нее якобы было жилье на территории этого района, и, соответственно, ей это не полагалось. В то же время стандартам государственного услуга не предусмотрена такая норма основания для отказа, что якобы ранее имела жилье, поскольку она обучилась и по этой программе вернулась в силу. И, следовательно, по стандартам перечень документов соответствовала тем критериям, которые требуют законодательства. Однако, вот эта необоснованная ссылка явилась и причиной отказа. Государственному органу в надлежащем порядке было разъяснено об указанных фактах. Данное принятое решение было отменено. На сегодняшний день ее права восстановлены. То есть, вот яркий пример работы вашего департамента. Да, яркий пример нашей работы. Что вот в таких ситуациях все-таки обращаться стоит именно к вам? Да, можно обратиться к нам, и мы уже соответствующим образом будем принимать меры. Дархан Мартианович, расскажите, пожалуйста, какая работа проводится по повышению имиджа государственного служащего, и как защищаются права самих госслужащих? Да, действительно, этот вопрос тоже является у нас приоритетным, поскольку мы не только занимаемся вопросами укрепления государственной дисциплины, привлечения в госслужащих дисциплинарной ответственности, а также наряду с этим защищаем права самих госслужащих, поскольку имидж государственной службы, повышение социальной защиты на сегодняшний день играет важное значение. На сегодняшний день мы провели анализ более 600 блаженственных инструкций государственных служащих, в ходе которых установили в районе 25 фактов, когда блаженственные инструкции не соответствовали непосредственно тем требованиям по их функциям, то есть выполняли несвойственные функции наряду с тем, что им было присуще. В этой связи указанные блаженственные инструкции по рекомендации Совета по этике были внесены изменения, то есть те несвойственные функции были непосредственно оттуда исключены и приведены соответствия. Данные действия дальше, можно сказать, что приводят к определенным переработкам на работе, то есть госслужащий вынужден оставаться в нерабочее время, дополнительно выполнять определенные блаженственные обязанности, и это все приводит, конечно, к нарушению УПРОВ. В других случаях опять же вступаете в их. Да, последние профилактические мероприятия также показывают, что в 68 госорганах такие мероприятия проведены, и в 16 из них отдельные госслужащие оставались на местах в нерабочее время и выполняли эти функции. В принципе, доделывали работу, которую не успели сделать за день. Это результат чего? Переработки какой-то? Это результат переработок. Нагрузка слишком большая. Возможно, нерациональное распределение функциональных обязанностей. Где-то идет неправильное планирование, и это все, конечно, влияет на результат конечной работы. И в этой части также нами проводится работа. Кроме того, на сегодняшний день защищаются права госслужащих от необоснованного привлечения дисциплинарной ответственности, защита в части и выплаты командировочных расходов, выплата отпускных, оздоровительных окладов и другие меры защиты прав государственных служащих. Работа в этом направлении продолжается. Спасибо, Дархан Вальденович. Уважаемые телезрители, я напоминаю вам, что вы смотрите нас в прямом эфире. Наш телефон 25 25 05. Мы ждем ваших звонков. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Но мы продолжаем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, создаются ли сегодня госслужащим условия для занятия спортом, для прохождения курсов переподготовки, повышения квалификации? В этом направлении есть какая-то работа? В этой части руководством агентства утвержден комплексный план. В целях реализации данного комплексного плана проводится определенная работа. По Акмолинской области 3700 госслужащих у нас охвачены спортом. По статистическим данным. Это составляет порядка 70% госслужащих, а штатной численностью у нас занимается спортом. А как это отслеживается, что вот именно 70%? Мы проводим мониторинг, непосредственно проводим определенные ревизии, направляем письма. Данный вопрос также необходимо отметить, что мы выносили на заседание Совета по этике. Заслушали руководителей управления физкультурой и спорта. И вот в данной части были выработаны тоже конкретные рекомендации. Заседание проходило в мае текущего года. И результатом данной деятельности уже является то, что как в областном, так и на районном уровне у нас есть спорткомплексы, куда непосредственно наши госслужащие ходят, занимаются. Основные виды спорта это у нас футзал, волейбол, плавание, настольный теннис. Также необходимо отметить, что по инициативе управления физической культурой и спорта была организована эстафета, то есть утренние зарядки в 7 утра, 2 раза в неделю. Да, с этим мы знакомы. Госслужащие активное участие принимали, передавали эстафету из одного госоргана в другой госорган. Данную эстафету подхватили у нас и районные местные исполнительные органы. И в принципе сегодня хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших госслужащих, что именно поддерживает в этой части активный образ жизни, занимается спортом. Это тоже хороший показатель. А что касается курсов переподготовки и повышения квалификации? Что касается курсов переподготовки, у нас в состав Совета по этике входит директор филиала Академии госуправления предпрезиденте Акмонинской области Баймагомбетов Олег Бегулатович. Он инициировал данный вопрос на заседании Совета по этике. Мы рассмотрели данный вопрос, установили, что в принципе в этой части право госслужащих тоже соблюдается. Обучены на курсах повышения переподготовки более 800 государственных служащих. В то же время установлены 50 фактов несвоевременного направления. Как раз таки те районы и госорганы, которые нарушили, в отношении были выработаны соответствующие рекомендации. То есть в этой части также работа проводится. Дарьком Владимирович, известно, что чиновники бывают различного ранга. Это ни для кого не секрет. Вот скажите, пожалуйста, в соответствии с Вашими полномочиями, в отношении кого именно может Совет по этике рассматривать дисциплинарные дела? Положение о Советах по этике регламентируется указом главы государства. Утвержден данный указ в декабре 2015 года. Согласно требованиям положения Совет по этике рассматривать дисциплинарные дела в отношении госслужащих руководящего состава. Это акимы городов и районов, их заместителей, руководители аппарата акимов районов. Первые руководители департаментов и управлений, их заместителей, которые совершили проступки, дискредитирующие госслужбу, либо нарушили нормы служебной этики. Давайте поговорим о поступках, дискредитирующих госслужбу. Что это такое вообще? Как Вы знаете, в старой редакции закона о борьбе с коррупцией было предусмотрено статьей 12 коррупционные дисциплинарные проступки. С 2016 года закон о противодействии коррупции данные нормы были исключены, поскольку в мировой практике есть за коррупционные правонарушения только уголовная и административная ответственность. Соответственно, коррупционные дисциплинарные проступки были включены в разряд дискредитирующих проступков и предусмотрены в статье 50 законе о государственной службе. Это такие проступки, как оказание неправомерного предпочтения при подготовке и принятии решений, явное воспрепятствование физическим и юридическим лицам реализации прав, законах и интересов, неправомерное вмешательство в деятельность государственных органов и организаций, оказание содействия предпринимательской деятельности и другие правонарушения. — Каковы последствия от привлечения должностных лиц в дисциплинарной ответственности за совершение таких проступков и на дискредитирующих госслужбу? — Последствия серьезные. Во-первых, это негативно отражается на общественном мнении и, конечно, отрицательно влияет на имидж государственной службы. Кроме того, — То есть, по сути, разрушает ту работу, которая проводится именно по формированию межсовременного госслужащего? — Совершенно верно, да. В целом, 90% положительно работают. Один человек нарушил. Это влияет негативно на имидж государственной службы. Последствия такие. За совершение проступковой дискредитирующей госслужбы, если он будет привлечен, то для них в дальнейшем будет стоять запрет в течение трех лет поступления на государственную службу. А те лица, которые уволены за дискредитирующий проступок, для них будет пожизненный запрет поступления на государственную службу. — А каков качественный состав Совета по этике и объективность принимаемых решений? Давайте об этом немного поговорим. Состав Совета по этике у нас из девяти человек. возглавляет, председателем является руководитель департамента по делам госслужб противодействия коррупции. В состав же входят у нас депутаты Маслихата, представители средств массовой информации, непосредственно неправительственные организации, руководители государственных органов. Это достаточно-таки уже богатые жизненным опытом, образованием, квалификацией граждане нашей области, которые на достаточно высоком уровне могут квалифицировать как дисциплинарные проступки, так и этические правонарушения и дать правовую оценку действиям госслужб. — То есть там сидят люди, которые действительно в этом разбираются? — Да, действительно, это уже довольно-таки опытные люди и действительно объективно рассматривают. Мы здесь активно, у нас принимают и средства массовой информации. Вот также могу отметить, что вот руководитель телевидения областного также входит в состав Совета по этике. — Спасибо, Петр Ханварденович. И еще такой вопрос. Вот использование вне служебных целях служебных автомобилей — это актуальная проблема на сегодня. Об этом много говорят, об этом много пишут. Это такая популярная тема. Скажите, пожалуйста, Вами какая-то работа в этом направлении ведется? — В соответствии с этическим кодексом и законом о государственной службе государственным служащим запрещается нерациональное использование государственного имущества, включая автотранспортное средство. В этой части довольно-таки уже на протяжении последних многих лет ведется профилактическая работа. Если в 2014-2015 годах служебные автомашины можно было заметить на территории центрального рынка, возле увеселительных заведений, где-то возле спорткомплексов, то, в принципе, на сегодняшний день данная практика привела к тому, что таких фактов практически не встречается. — Вы с этим боретесь при помощи наклеек на автомобиле, да, насколько я знаю, с номером колл-центра, куда может позвонить каждый, кто увидел автомобиль в неположенном месте, и сообщить об этом факте? — Да. — Это действенная практика именно с наклейками на автомобиль? — Это действительно действенная практика. На сегодняшний день у нас разработаны формы отличительных знаков. Они непосредственно наклеиваются на служебные автомашины. Там есть телефоны доверия, в случае чего, что любой гражданин может позвонить на данный телефон доверия, и данная информация будет проверяться. Вот мы провели акцию с аппаратом Акима города Кокшетау, с приглашением средств массовой информации, и как раз-таки были нанесены отличительные знаки государству. — То есть сегодня все служебные автомобили в госслужбе, они все маркированы этими отличительными знаками? — Да, да. — Абсолютно каждая машина? — Да, каждая машина. Где-то, если отдельные факты есть, мы проводим. — Это тоже пресекается? — Да, пресекается. — Чтобы не снимали этих наклеек с автомобилей? — Да. — Расскажите о понятии конфликт интересов. Что необходимо делать при его возникновении? — Конфликт интересов — это понятие, которое используется в законе о государственной службе. Когда личные интересы госслужащего пересекаются с государственными, то госслужащий должен незамедлительно заявить об этом своему непосредственному руководителю, либо вышестоящему руководителю. Соответственно, руководитель госоргана принимает меры по устранению данных нарушений по конфликту интересов. — К примеру, у нас был случай, когда государственный служащий как раз-таки не заявил, являясь руководителем одного из государственных органов. Вопреки интересам государственной службы, зная, что участвует в конкурсе его супруга, он признал ее победителем и закрепив за ней определенные полномочия. — То есть это и есть конфликт интересов? — Да, это и есть конфликт интересов. — У меня к вам еще осталось буквально пару вопросов, и первый из этих двух вопросов звучит следующим образом. Мы все живем в 21 веке, все активно пользуемся смартфонами, компьютерами, интернетом и так далее. Разрешается ли госслужащим вести социальные сети, заводить аккаунт, размещать фотографии, публикации какие-то делать и так далее? — Да, конечно, сегодня у нас век информационных технологий. Каждому государственному служащему разрешается вести социальные сети. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание, что согласно этического кодекса, госслужащие должны быть скромными и не допускать критики со стороны общества. И в этой связи фотографии, которые могут скомпрометировать его... — То есть даже с отдых в отпуске нельзя? — Да, если где-то за рубежом, на фоне дорогостоящего интерьера... — Давайте поподробнее, что входит в эту категорию. — Ну, в эту категорию, например, где-то за рубежом отдыха, увеселить на заведениях, на фоне алкогольных напитков нельзя. — Нельзя. Нельзя размещать фотографии на фоне дорогостоящих автомобилей, интерьера и так далее. Такое тоже запрещено. — То есть даже если госслужащий сфотографировался где-то у друзей, знакомых и так далее, он не имеет права размещать фотографии в интернете? — Да, фотографироваться он может, но именно размещать, если данная фотография завтра повлечет критику со стороны общества, то данные факты будут изучаться. — Были какие-то яркие примеры? — Да, были факты такие яркие. В текущем году мы промониторили более 4000 аккаунтов. — Этим отдел занимается определенно? — Этим отдел занимается управлением. Было установлено более 200 таких фотографий. 23 должностных лица были привлечены даже к дисциплине. — Самые необычные, которые вам приходилось встречать? — Ну это самое необычное. На фоне алкогольных напитков, увеселить на заведениях, уже не совсем в таком приличном состоянии, фотографируются и размещают. — Это в чем проблема? Как вы считаете, в том, что госслужащие не знают, как можно фотографироваться и что можно выкладывать в соцсети? Или проблема в том, что они прекрасно осознают, что они делают, но все равно делают, надеясь на авось? — В основном контингент госслужащих, которые размещают данную фотографию, это обычно молодые госслужащие, которые недавно пришли на государственную службу и полностью еще не изучили те нормы законодательства, которые на сегодняшний день к ним предъявляются. — А какое наказание их ждет за это? — За это предусмотрено, в первую очередь, конечно, предупреждаемо, что так делать нельзя. Если меры не принимаются, то вовлечет дисциплинарную ответственность. — И последний вопрос у меня остался, касательно средств массовой информации. Как вы реагируете на негативные публикации в СМИ в адрес госслужащих? — В нашем департаменте проводится мониторинг. Данный мониторинг ежедневный. — То есть все средства массовой информации мониторятся? — Все средства массовой информации. И если есть какие-то сведения в отношении государственных служащих, которые вызывают критику, то, соответственно, по нему уже можно назначить проведение служебного расследования и принимать соответствующие меры. — Недавний пример — это вот в текущем году был рассмотрен один из активов сельских округов, когда на информационных сайтах Тейнгренюз и других СМИ, информбюро, была публикация, что непосредственно данный чиновник нанес побои ребенку. — Ребенку. — Это та история? — Та история, да. — Громкий случай был. — Громкий случай, он вызвал резонанс, да, и по нему были приняты соответствующие меры. И, соответственно, вот такой мониторинг проводится у нас постоянно. — А часто ли Ваш мониторинг встречает в СМИ, люди, которые занимаются мониторингом, встречают в СМИ подобные случаи? — Ну вот. — И были ли необоснованные какие-то выпадки в адрес госслужащих? — Да, наша задача не только вот. Где-то мы проводим служебное расследование, где-то и защищаем их права. То есть есть и необоснованные, когда не подтверждаются факты. — Тархамар Владимирович, буквально на минутку вынужден Вас прервать. Нам только что поступил звонок от наших телезрителей. Давайте их послушаем. Алло, Вы в эфире, мы Вас слушаем. Алло, мы Вас слушаем. — Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Во превышении правоохранительных органов. Вот раньше у нас был, как-то помню, девятый отдел, потом передали финансовую полицию. А вот сейчас какой отдел занимается? — По вопросам уголовных преступлений коррупционного характера на сегодняшний день занимаются органы Национального бюро по противодействию коррупции. Расположен он по адресу Горького, 71. То есть, если есть какие-то факты, Вы можете представить сведения в этой части. — То есть в этой ситуации обращаться нужно именно туда? — Да, органы Национального бюро по противодействию коррупции. — Архан Мардиан, спасибо Вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию, за беседу, за то, что рассказали много интересного. Я думаю, наши телезрители действительно узнали много полезной информации, получили сегодня о его деятельности, самих госслужащих, его действий, Вашего ведомства. Огромное Вам спасибо. Думаю, мы с Вами еще увидимся. — Ну, это мы завершаем нашу беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в студии программы «Алюмет» на наши вопросы отвечал заместитель руководителя Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Дархан Хайрулин. А я прощаюсь с Вами. Увидимся в эфире.